Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне дали возможность пораньше начать, но будем ждать остальных участников. Хочу вам сегодня представить клинические возможности использования и применения имплантатов системы Альфа-Био. На самом деле перед каждым клиницистом стоит выбор, что взять в свой арсенал, какую систему дорогую, дешевую, среднего сегмента. На что нужно обратить? Цена это, наверное, будет самая последняя составляющая, но немаловажная. Но тем не менее, мне бы хотелось вам сегодня показать, продемонстрировать те преимущества, на которые я обратил в своей практике и взял эти имплантаты на вооружение в свою клиническую повседневную жизнь. Обратите внимание, эти имплантаты на сегодняшний день имеют большое многообразие. Это различные системы переключения платформ и плоскостное соединение и тонкие имплантаты. И начать я хочу, наверное, вот с этого старого слайда, на котором мы видим с вами большое разнообразие имплантационных систем, которые функционируют в организме этого пациента уже 20 лет. И вот стрелочками я обозначил те имплантаты, которые были установлены 20 лет. Это старые добрые имплантаты GFI компании Альфа-Био. Чем они хороши? Мы уже 20 лет работаем, и сейчас пошел второй виток, когда мы сделали новые прорезы пациенту, добавив несколько имплантатов. Понятно, что нам пришлось изменить и ортопедическую конструкцию. И будем сейчас отчитывать новые витки жизни старых добрых имплантатов GFI. Ну, заодно и проверим те новые имплантаты, которые присоединили. Обратите внимание, в 99-м году компания Альфа-Био-Тек разработала имплантат GFI, который, в принципе, является тем прототипом, который разрабатывал профессор Прани Марк. Да, это чистый цилиндр, неагрессивная резьба, да, пассивные витки в цервикальной части. Это очень важно, и это работает и по сей день. В 99-м году создается этот имплантат, выходит в жизнь, и в 2003 году я уже устанавливаю этому пациенту эти имплантаты. И 20 лет действительно они существуют. И компания Альфа-Био-Тек тоже обратила на это внимание. Поэтому сегодня в линейке, представленной системы Альфа-Био-Тек, этот имплантат по-прежнему присутствует. Еще одни исторические события, которые тоже, как клинициста, обратили мое внимание на то, что в 2003 году компания Альфа-Био-Тек разрабатывает совершенно новый имплантат с агрессивной резьбой, который позволяет фиксировать и стабилизировать имплантаты в користых структурах костной ткани. Это имплантат Спайрал. Мир, конечно, обращает внимание на то, что происходит изменение у конкурентов. И в 2010 году компания Нобель перекупает полностью технолога компании Альфа-Био-Тек и выпускает с небольшими доработками имплантат Нобель Эктив, который мы тоже все с вами хорошо знаем. И он зарекомендовал себя в определенных клинических ситуациях. Но компания Альфа-Био-Тек не стоит на месте. Потеряв технологов, потеряв хороший дизайн имплантата, они идут дальше. И уже в 2013 году они разрабатывают имплантат Айс, который имеет что-то схожее со Спайралом, что-то схожее с Активом, не теряя те хорошие качества, которые нам необходимы на клиническом приеме, добавляются другие конструктивные элементы. Но и на этом компания не зацикливается, идет дальше, потому что клиницисты по всему миру, работая с имплантатами, дают хорошую обратную связь и свои хотелки. Хочу, чтобы имплантат у меня при установке не уводило в сторону. Хочу, чтобы он фиксировался все-таки в четвертом типе костной ткани. Потому что вот эти имплантаты могут не справиться. Все зависит от выраженности толщины кортикального слоя. И по сути мы получаем фиксацию только лишь в кортикальном слое. И эти имплантаты якорятся у нас своей пришельчей частью. И в 2016 году компания VioTex совместно с инженерами, с клиницистами разрабатывает имплантат Multineo. Multineo здесь действительно, я вот сегодня на представленной площадке, на третьем этаже, уже многим клиницистам начинал рассказывать. И сейчас хочу поподробнее остановиться на этом имплантате. Ну вот здесь не только представлены названия имплантатов, но и есть некая хронология, что дорабатывалось, какие конструктивные элементы дорабатывались в этой части, в этой части и в этой части. Если у Deify здесь разработка только платформа, да, в кортикальном слое тела имплантата и верхушка. И дальше у нас идет модификация того или иного конструктивного элемента. И посмотрите, у Multineo вообще полное преобразование всех элементов. И они не просто так были созданы. Это все отвечает требованиям наших хотелок, чтобы на клиническом приеме нам было проще использовать протокол сверления и установки имплантата. А все остальное это делает инженерная мысль. Она работает как на первичном введении имплантата, так и в последующий период функционирования всей нашей конструкции. Ну вот клинический пример, да, кость D4. И на демонстрационных операциях коллеги могли это действительно видеть. Как определить интероперационно какой тип костной ткани? Знаете ли, когда мы вводим сверло, и на нем могут оставаться стружки белого цвета, это кость D1. Если у нас будет примесь крови, это кость D2. Если у нас смешанная вся история и мало стружки, это кость D3. Когда мы просветливаем белотным сверлом и вытаскиваем там только капля крови, это кость D4. Да, и есть там по разным авторам другие классификации. Есть кость D5, D6, это лунку удаленного зуба и так далее, и так далее, и так далее. Но основное то, что Леха Гмазар нам предлагает, это кость D4. Вот здесь вот было кость D4, и тем не менее, нам удалось получить 30 ньютонов стабилизации по всему телу имплантата. Точно так же мы можем получить первичную стабильность и клубки удаленного зуба. И более того, куда мы засверлились, в такую позицию мы и поставили имплантат. Дизайн имплантата не позволяет его отклонения при введении в подготовленное остеоатомическое отверстие. И давайте поподробнее немножко остановимся на каждом его конструктивном элементе, что позволит нам лучше понимать, как это все работает. Раньше это называлось, скажем так, антиротационным элементом. На сегодняшний день эта гамавка является не что иное, как костный нож. Костный нож, который при введении имплантата собирает костную стружку и распределяет ее между витками. Между витками, тем самым уплотняя, конденсирует или разгружает хоть в том или ином ее участке. Потому что мы с вами прекрасно знаем, да, есть картикальная, есть губчатая. И степень выраженности соотношения картикальной и губчатой будет меняться. Отсюда, как бы, в теле имплантата будут изменяться и его конструктивные элементы. Самая уникальная часть в этом имплантате – это апекс имплантата. Здесь также на апексе имеется костный нож. И резьба имплантата на всем его протяжении будет меняться. Для чего она нужна? Для того, чтобы действительно, да, не просто в рекламных целях сказать о том, что мы получим первичную стабилизацию этого имплантата, но мы действительно ее получим по всему телу имплантата. Не только в какой-то точке, да, расширении или точке фиксации с полными слоями кости, но и по всему телу имплантата. Важно нам это? Конечно, важно. Когда у нас встречаются вот такие пациенты, мне больше нравится показывать сразу же вот эту фотографию, да, она говорит о том, что его мускулатура сильно развита. Нам, во-первых, нужно поставить необходимое количество имплантатов, да, получить хорошую стабилизацию в лунках удаленного зуба, в полистой структуре и сделать немедленную нагрузку, да, потому что пациент молодой, и он хочет не просто иметь зубы, но еще и пользоваться. Поэтому имплантат Мультинео будет выполнять все те возложенные на него функции, но не только инженерная мысль в теле имплантата, но и немножко модифицирован протокол сверления, который тоже нам нужно соблюдать. Здесь мы просверливаем до полной глубины погружения, которую мы выбрали, да, допустим, 10-13 мм. Следующее сверло мы тоже проходим на всю глубину, а вот финальная фреза, да, не расширяет опекальную часть, тем самым создает ступенчатый канал, который позволяет в дальнейшем правильно распределить костную ткань и сделать первичную стабильность по всему телу имплантата. Да, вот здесь на видео мы с вами можем посмотреть, как это все выглядит. Меняется резьба, меняется степень компрессии на костную ткань на разном ее уровне. И от апекса к платформе имплантата мы видим уже послабление и распределение костной структуры в картикальном слое. Таким образом мы получаем действительно настоящую фиксацию имплантата по всему его периметру. Еще одним немаловажным моментом бывают такие неприятные ситуации, когда тело имплантата, да, какой-то его конструктивный элемент, шейка, ломается. Происходят трещины, отломы. И что делать, когда у нас апекальная часть уже интегрирована, а ортопедическая платформа у нас надломлена или отломлена вовсе. Конечно же, это в данной ситуации представлен имплантат, премиальные системы имплантатов. Но этого не лишены и другие системы. И неважно, это премиум сегмент или это бюджетный сегмент. Но вот такие ситуации в клинике нам не нужны, да, когда пациент уже пользуется протезом, и вдруг что-то пошло не так. У нас отламывается стенка, и мы откатываемся назад, да еще и с худшей ситуацией, когда вот такая история происходит. Как решить этот вопрос, да, решается это протоколами? Конечно, Павел Мало молодец, он действительно рассчитал возможности имплантата, и отсюда он вывел некие правила, да, что имплантат не должен иметь диаметр меньше 4, потому что иначе будет происходить вот такая история. Но тем не менее, в клинической практике мы сталкиваемся, когда нарушаются протоколы, мы видим вот эти отложки. Но компания Альфа-Гиона пошла дальше, и чтобы убрать вот эти все моменты, как с имплантатами, так и с абагментами, она просто упрощнела титановый сплав. Титановый сплав, мы с вами можем посмотреть, что он такой же по составу, да, но он имеет совершенно другие прочностные параметры. Это Грейт-23. За счет чего достигается эта история? Грубо говоря, любой металл можно фрезеровать, штамповать, ковать, фрезеровать, отливать. И на каждом этапе мы будем видеть разные физико-технические свойства. Поэтому в данном случае всем известный титановый сплав, биоэнеральный титановый сплав, который используется для имплантологии, взяли и спрессовали. И на выходе получили самую мощную структуру титанов. Отсюда теперь имплантаты, даже самые узкие, не разорвутся, не сломаются, а абагменты тоже самое. Какие же преимущества для меня, как для клинициста, стали самыми главными и определяющими в выборе системы? Разная линейка имплантатов, то, что я могу использовать в разных клинических ситуациях, те преимущества, наработанные как клинические, так и инженерные в своей практике. Есть, скажем так, имплантат флагманский, который закрывает большую часть клинических случаев. Прочность титанового сплава, конечно же, имеет большое значение, когда ты работаешь с ангулированными протоколами установки имплантатов. Это ВИТУИ, это АЛОРФО и многие другие методики, когда мы используем имплантат под наклоном. ВИТУИ, поскольку я занимаюсь хирургией и протезированием, мне очень важно и ортопедические компоненты тоже определить, что там будет, хорошо или плохо, потому что нам недостаточно хорошего имплантата, нам нужны еще и ортопедические компоненты. Поэтому вИТУИ, здесь самый уникальный и во всем мире на сегодняшний день. Я о его преимуществах чуть позже расскажу. В разные платформы, платформа переключения и плоскостная, плоскостное соединение, имеет значение в разной клинической ситуации. То, что у нас представлено, самый тонкий имплантат, диаметр 3,2, меньше просто технически нельзя сделать, не потому что сплав не выдержит, а просто фрезы не зайдут или сформируют нам те, скажем так, из элементов, которые нам необходимы для прочности. Дальше идет коническое стандартное соединение на стандартных платформах, то, что мы называем переключение платформы. И старое доброе плоскостное соединение, внутренний шестигранник на большей части имплантационной системы представлен. Обратите внимание, что мультинево представлен в этой линейке как с коническим соединением, так и с плоскостным. И это имеет большое значение для клинициста, чтобы не разбираться в этом многообразии, можно взять флагманские имплантаты и закрыть все фактические клинические истории. Другие имплантаты, переключение платформы, мы, конечно же, с вами знаем, что будет более сохранная костная ткань, улучшена эстетика, долгосрочная стабильность за счет переключения платформы при прочности титанового сплава и много-многое другое. Здесь, сейчас, на этом видео, хочу показать, что действительно в разных клинических ситуациях, которые у нас есть, мы используем гипплантации АЛИК-ПЮД, можем удовлетворить их запросы наших пациентов. При немедленной имплантации, конечно же, первичная стабильность будет стоять на первом месте, переключение платформы в эстетически значимой зоне тоже будет играть большую роль. Установка фейерной реставрации, это уже сейчас не объявленный протокол. Если у нас дефект включенный или концевой, мы используем несколько имплантатов. Имеется ангуляция до установки соосла настроения через предкостей, и за счет ортопедических компонентов мы это можем все действительно компенсировать и получать пассивные посадки в астропедические конструкции, что обеспечит нам дальнейшим долгосрочный результат. Точно так же и приборы АЛИК-ПЮД можем использовать имплантаты. И очень хорошие астропедические компоненты имплантатов тоже здесь нам позволяют решать клинические ситуации не только по пассивной посадке, но и по возможности монтажа этой конструкции в процессе кондиционирования. В долгосрочной перспективе. Таким образом, там мы получаем возможности работать в разных клинических условиях. Также компания Альфа-Биотех не забыла и те клинические ситуации, когда у пациента по той или иной причине нет возможности установить количество имплантатов для несъемной конструкции, и у нас остается, как у клиницистов, задача фиксировать и стабилизировать съемные протезы в полости рта. Система локаторов, да, или как в компании Альфа-Биотех называется Альфа-Лок, использует хорошие конструктивные элементы, которые себя зарегистрировали с практической точки зрения на долгом протяжении времени. Очень важно для клиники, для доктора и с экономической точки зрения, когда мы с вами имеем возможность приобрести не только абатмент, но и все составляющие и компоненты, которые необходимы для реализации этого замкового элемента в данной конструкции. Все абатменты Альфа-Лок имеют анонированное покрытие, которое точно так же сейчас показывает хорошее отношение к ней к тканям. Ну и прежде чем перейти к более сложным историям, мне хотелось показать вот этого пациента, который обратился в нашу клинику за красивой улыбкой по протоколу ЛУНФО. И, конечно, видя такой зубной ряд, здесь меня только пугает его цвет. Все остальное меня, как врача, не пугало. Зубы абсолютно состоятельные, провели гигиену, закрыли все это керамическими реставрациями. И пациент получил то, что хотел, белоснежную улыбку, сохранив свои зубы и не потратив много времени. Поэтому перед тем, как перейти к методикам АЛОНФО, мы должны с вами четко понимать, кому эта методика показана, а кому нет. Ну и прежде чем перейти к органическим случаям, я хочу показать, за счет чего решается в основном концепция АЛОНФО, это органический компонент нойки генитабадок. Это единственный нойки генитабадок во всем мире на сегодняшний день, который закрывает большую часть наших потребностей. Он подходит как на констаслое, и вот так элоконическое, имеет разную высоту, разную гибелью часть, разные углы, 0,17-0,30 градусов. И немаловажно то, что у этого АЛОНФО, как у другого, такого углевого, имеются мощные генитабидные фиксации, потому что большинство систем сегодня, на угловых компонентах, не может дать большой тонн запряжения ввиду конструктивной конструктивной конструктивности этих компонентов. Здесь вы можете обратить внимание на то, что транспортивальная часть тоже соответствует всем требованиям по переключению платформ. И даже если мы используем скосное соединение, там тоже есть все те конструктивные ремонты, которые с ограничениями имеют генитабидные и нашу антигральную кость. Мы сейчас пройдемся по каждому элементу, который позволяет действительно оценить мультивиду по-настоящему. То, что имеется анонированное покрытие. Это раз. На верхней части у любого аппарата у прямого и углового есть антиферсионный элемент. Отсюда мы можем с вами на любом аппарате сделать однепрочную реставрацию световой фиксации. И одна другая система не может и не поглазнуться. Это точно так же можно использовать наиболее угловой бюджет по системе он-бан, которую предлагает компания Робин и получать те самые хорошие результаты по сократности характера и по генжу подробнее механики. За счет чего мы можем фиксировать мультивиду и добавить угловой с большим усилением. Дело в том, что это обатно состоит из двух частей. Та часть которая называется платформа и присоединяется к эксплуатату. Далее же в нее закладывается винт с хорошими прочностными свойствами и верхняя часть нагревает винт сваривается с гадскими пунктами. Точно так же держатель держатель фиксирует узловой мультивиду имеет маркировку и имеет свою гелостичность которая клинически очень важна. Потому что в других системах где ручка жесткая нам нужно будет ремонтировать ее для того установить отвертку в этой ситуации нам это не нужно сделать. Поэтому следующим наверное очень немаловажным элементом будет самая плоскопа ширина плоскопа грудин в том аркуте которая позволяет присоединить уже наши ароменечные компоненты као и так далее. Нужно сейчас будет прокрашено оранжевым цветом. Здесь самая широкая платформа конечно с этим элементом может поспорить компания БЛН у них еще больше платформы инженеры понимают чем больше хочется предоставления тем прочнее и лучше будет передача всех нагрузок на остальные части. Так широкая платформа разные типы соединения особый дизайн качественные характеристики он тоже сделан из Грей-23 эргономика где держатели которые имеют изгиб тоже очень хорошо дают возможность не вязать во время проведения процедур безопасность долговечность это все что относится к винтоватмутам но здесь я уже сказал что это единственный обатмут на котором можно делать винтовую фиксацию одиночной реставрации здесь некий клинический пример который показывает протокол установки имплантатов с использованием англированной техники предварительно мы проводим коррекцию редукцию альвеолярного гребня ее можно проводить различные спонсоры я вам показал возможность использования костных кусачек точно так же мы можем использовать фрезы для чего мы это делаем для того чтобы выровнять платформу на которой будут у нас установлены имплантаты убрать острые края которые будут травмировать мягкие ткани при заживлении дальше мы должны будем установить какую-то навигацию которая нам будет позволять понимать под каким углом мы будем устанавливать имплантаты как в дистальном модели так и в переднем модели поэтому мостные ориентиры азотомические позволяют нам отцентрировать и понять точку центра дальше мы начинаем препарирование с дистальных имплантатов это протокол созданный Павлом Алло неспроста потому что нам максимально важно на безопасном расстоянии рассверлить и установить имплантат в отношении нижней улочков мелью дальше у нас появляется расстояние от апекса дистального имплантата до центра где мы должны безопасно от апекса дистального имплантата расположить наш медиальный имплантат после того как установлен имплантат в дистальной позиции мы его центрируем при помощи мультивенитопатмента вы видите с большим усилием мы прикручиваем мультивенитопатмент после этого держатель нам может служить как параллелометром но также и лазерные насечки на самом шаблоне валов тоже позволяют нам правильно спозиционировать имплантат в медиальном отделе когда я проводил операцию и записывал я не знал тот пошаговый протокол ступенчатый когда я вам сейчас на демонстрационном видео продемонстрировал что мы не должны расширять опекальную часть и делать канал ступенчатым здесь я так же как и мы все с вами использовал по наитию привычный протокол засвернулся на всю глубину тем не менее мне удалось получить первичную стабильность на этом имплантате мультиюнит при иммедиат имплантации ну и по сути мы сейчас уже заканчиваем установку имплантатов пористость костной ткани вы тоже здесь видите по тому как имеет сопротивление фреза наконечника за счет разности углов мы можем решить любую ангуляцию и в дистальных отделах использовались мультиюниты 30 градусов в третьем секторе медиальный имплантат имеет 17 градусов а в четвертом секторе у нас прямой мультиюнит тем самым мы получаем хорошее переключение платформы мы получаем тот первичный торг для немедленной нагрузки и мультиюнит обатматы нам хорошо дают возможность распределить все эти нагрузки и прочностные свойства как имплантата так и обатматы за счет сплава грей-23 дают нам надежность уверенность что наша конструкция никуда не расшатается не сломается ни стенка имплантата ни субгоструктура нашего обатмата поэтому основные преимущества для меня есть универсальный имплантат прочности данного сплава и как для ортопеда очень важно мультиюнит обатматы есть еще конечно ряд преимуществ да и просматривая скажем так клинические ситуации здесь я особо наверное комментировать не буду потому что также использованы имплантаты мультинео с протоколами а он формы знакомы